На пути к успеху всегда существуют препятствия, иначе успешными были бы уже все. Посмотрим на то, что мешает нам добиться успеха. Назовем это навыки неудачников. Просто реагируй. Обвиняй во всех своих проблемах родителей, учителей, свою девушку, президента. Не бери ответственность за свои поступки и слова. Не думай о будущем. Не строй планов, не ставь цели. Не задумывайся о том, что будет завтра. Зачем беспокоиться о последствиях своих действий? Прожигай жизнь и будь как все. Откладывай важное на потом. Не думай о важных делах. Лучше посмотри телевизор, поиграй в компьютерную игру. Побольше сиди в интернете. Откладывай учебу на потом. Когда-то давно старец открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба. Это ужасная борьба двух волков. Один из них представляет злость, гордыню, жадность, ложь, зависть и лень. Другой олицетворяет любовь, доброту, правдивость, сострадание, бескорыстие и трудолюбие. Внук, тронутый до глубины души этими словами, задумался и спросил «А какой волк побеждает?» Старец улыбнулся и ответил «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». Развивать качество – это то же самое, что класть деньги на свой банковский счет. Счет, который будет всегда с тобой. Посмотрим на график. Есть то, что ведет нас вверх к успеху, и то, что приводит к неудачам. Вниз. Неудачник. Лень. Негативное мышление. Критика и сплетни. Курение. Алкоголь. Порнография. Дурное общение. Нарушение обещаний. Пустая трата времени в интернете, на компьютерные игры, на просмотр телевизора. Ложь. Теперь давайте посмотрим, какие качества ведут вверх к успеху. Чтение книг. Творческое развитие. Физические упражнения. Общение с мудрыми людьми. Трудолюбие. Постановка целей. Выполнение обещаний. Добрые дела. Честность. Давайте посмотрим интересную статистику. Какие привычки есть среди богатых людей, а какие среди бедных? Привычка. Составляют список дел на день, неделю, год. Богатые – 81%. Бедные – 19%. Фокусируются на достижении конкретной цели. Богатые – 80%. Бедные – 12%. Едят фастфуд. Богатые – 30%. Бедные – 97%. Занимаются физическими упражнениями не менее 4 раз в неделю. Богатые – 76%. Бедные – 23%. Смотрят ТВ-реалити-шоу. Богатые – 6%. Бедные – 78%. Ежедневно читают развивающую литературу. Богатые – 88%. Бедные – 3%. Уверены, что стоит всю жизнь учиться и самосовершенствоваться. Богатые – 86%. Бедные – 5%. 84% богатых людей верят, что правильные привычки приводят к успеху. А среди бедных таких всего лишь 9%. Представь, что тебя попросили сложить пазл. Ты достаешь из коробки всю тысячу фрагментов, рассыпаешь их по большому столу, смотришь на крышку коробки, чтобы понять, какую картинку собирать. Но если на коробке нет картинки, как можно сложить пазл? Теперь подумай о собственной жизни. Знаешь ли ты, что должно получиться в результате? Кем бы ты хотел стать через год, а через 5 лет? Или у тебя нет ни малейшего представления об этом? Тогда как ты добьешься успеха в жизни? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова